В жизни есть два типа страха. Один страх перед неизведанным, второй страх перед очевидным. Среди очевидных, а скользопашный, как и все нормальные люди, боится попасть в аварию, боится в какой-то степени на самолетах летать, несмотря на то, что летаю слишком часто. Заходя в клетку к хищникам, боюсь того, что на меня нападут и разорвут. И не столько боли боюсь, сколько боюсь результатов, что моя семья останется без меня и так далее. И бороться с такими страхами просто. Нужно просто-напросто, предвесхищая какие-то события, к ним готовиться по мере возможностей. Если к аварии на самолете или на машине подготовиться невозможно, то к нападению хищника возможно подготовиться, изучая его, в общем, очень много времени проводя непосредственно с этими животными, изучая их и узнавая все те ситуации, которые могли бы быть. То есть это своеобразная тренировка. Страх перед неизведанным всегда будет. И здесь, наверное, не стоит с ним бороться, стоит просто-напросто его игнорировать. И не думать о нем постоянно, для того, чтобы это не превратилось в какую-то глупую паранойю. Потому что бояться того, что может с тобой случиться, равносильно психозу. То есть ты будешь просто-напросто, так сказать, волков бояться в лес не ходить. Просто не ходить в лес и не выходить на улицу, чтобы не попасть под машину, глупо. И, в общем, не летать на самолетах, потому что велика вероятность. Здесь стоит уповать на судьбу и, наверное, просто-напросто думать рациональнее и верить, наверное, во что-то позитивное, а не наоборот. Продолжение следует...